Девушки отдыхают Тим-01, Силы Тьмы, Кэтс Скват, Силы Света Оба этих коллектива прошли долгий путь сегодня Скорее всего, более долгий путь у нас был у команды Тим-01 Потому что, я так понимаю, они играли каждую свою игру Кэтс Скват первые два раунда прошли свободно И вообще, только две игры еще сегодня сыграли Свеженькие Посмотрим, посмотрим, кому удастся сейчас победить Чьи стратегии будут лучше, чье понимание игры И какие-то, возможно, микро-моменты окажутся более близки к победе Ну что ж, давайте переходить в стадии драфта Посмотрим, что интересного нам команды приготовили на финал БО-1 противостояние нас ждет У микрофона по-прежнему работает Александр Ленигиропотапов Спасибо за то, что вы на трансляции Надеюсь, команды покажут действительно достойное финало выступления Баны от команды Сил Тьмы тем временем Веномансер, Найт Сталкер, Дизраптор и Свен Силы Света, в свою очередь, решают избавиться от таких персонажей Как Тренд Протектор, Джакира, Рейзор и Шеду Демон Ну и по пикам тоже сразу пройдемся Никс Ассасин Пак для Сил Тьмы Дарксир, Сэнд Кинг, Шеду Шаман для Сил Света Опять мы видим неплохую синергию Опять мы видим хорошие возможности для реализации каких-то задумок в массовых драках Здесь это Дарксир и Сэнд Кинг со стороны Рейдиентов Силы Тьмы могут похвастаться Варлоком и Паком, которые тоже неплохо достаточно работают вместе На самом деле было бы интересно посмотреть на такую комбинацию, как Дарксир Пак Мне вот бы лично Опять же Пак ставит Дрим Койл Дарксир из этого Дрим Койла стягивает на свою стенку Все стоят в стане, получают урон от иллюзий, которые создает Стена Дарксира В общем, дико неприятно, противно, больно, печально, горько Ну да ладно Урса для Сил Света Урса здесь, кстати, неплохо выглядит Во-первых, Шедо Шаман с Урсой стара как мир-связка на линии Во-вторых, есть Дарксир, который может Урсе в замесе давать Сюрчу Тем самым не так просто будет его остановить Не так просто будет от него убежать Ну проблема в том, что Есть такие персонажи, которые бьют даже через БКБ Урсе в любом случае нужно будет Аганим какой-то для того, чтобы снимать с себя станы Различного характера, противные Да и само БКБ тоже понадобится Пока не ясно, чем ловить Пака На самом деле, опять же, есть Шедо Шаман Который при наличии Даггера сможет инстаткексить Замечательного дракона Но Даггер на Шедо Шамане Который, судя по всему, все-таки пятая позиция Не самое быстрое явление И до этого момента в Пак уже может появиться чуть ли не Линкен Сфера Понятное дело, что не самый, пожалуй, метовый и приятный артефакт на Пака Часто собираемый Но в реалиях наличие Шедо Шамана у команды противника Почему бы и нет, собственно Или, возможно, кто-то другой Типа Никс Ассасин Сподобится на такое заявление, как Линкен Сфера К слову, Никс Ассасин, скорее всего, будет у нас находиться на позиции Хардлейнер, Пак в миде, Варлок, Лейн Саппорт И сейчас либо на позиции Саппорта четвертой позиции Как бы Нехорошо, с точки зрения комментаторского мастерства это не звучало Извините Будут раздумывать силы тьмы Либо на тем, кто будет у нас фармить Ну, это Фейслес Войт Это Фейслес Войт Видели мы его на прошлой карте Там он себя показывал достаточно неплохо Посмотрим, как это будет работать здесь Опять же, большое количество АОЕ скиллов Мы видим, что с одной стороны, что с другой стороны И как это будет все в драке располагаться Будет посмотреть действительно любопытно У нас же последние баны осталось в этом турнире Всего два бана Мы их совсем скоро увидим с вами Двух персонажей, которые принимать участие в этой карте у нас не будут Квапа Почему Квапа? Побоялись Квапу Хотя вот Ультимейт Квапы под фотолбонцами, мне кажется, залетают очень неприятно Но это Снайпер Это Снайпер, который будет расстреливать людей, попавших в Хроносферу Будут расстреливать людей, попавших в Дрим Койл Будет расстреливать людей, попавших под падение Голема Ну и, в принципе, просто будет расстреливать людей Если, конечно, ему дадут это сделать И в него не будут прыгать Его не будут стягивать Его не будут трясти эпицентром и так далее А, в свою очередь, команда Дайер решила, что не хочет она видеть Шторм Спирита Оно и понятно, у них же Снайпер в команде А Шторм Спирит один из немногих персонажей Которые без каких бы то ни было серьезных препятствий могут добраться до этого Снайпера Да и заявить Хроносферу тоже можно Разорвать Ульт Пака Без вреда для себя В общем, персонаж против того пика, который сейчас у Силтимы есть Дико неприятный и совершенно верно находящийся в бане И Алхимик для Кэт Склад На самом деле, Алхимик я вообще не думал здесь увидеть Почему-то мне кажется, что его здесь будут разрывать невероятно быстро Куда этот Алхимик пойдет, тоже пока не совсем понятно Опять же, это может быть Медовый Алхимик Это может быть Фармящий Алхимик Но это Балони будет на нем играть, так что это Медовый Алхимик Кстати, это может быть и Балони А я его все время называю Балони Ну ладно, уж извините меня Если фанаты игрока в чате, то отправьте меня Такое бывает, что и сам игрок в принципе в чате находится Такое Ну что ж, финал Финал Викинг Капа номер 559 Начинается буквально через несколько секунд Ну как полуфинал, сравнение башен, конечно, начинается через несколько секунд Команды, которые Пока Практически не имеют поражений на платформе StarLadder Опять же, я упоминал, что Что-то типа 14-2 у нас идет, по-моему, Team 0-1 Да, 13-2, Team 0-1 И Cats идут у нас 15-1 То есть очень-очень грамотно и хорошо распределяли свои силы ребята А Team 0-1 проиграли, по-моему, только команде Cascade Они же 8000 в рамках открытых квалификаций к ROG Masters Поражение команды Cats я, на самом деле, не очень помню От кого и куда Но тоже не так много возможностей предоставляли своему оппоненту для того, чтобы Что-то делать Там, судя по всему, какая-то была пауза или что-то такое Слишком уж долго затянулось у нас Слишком уж надолго затянулось у нас подготовительное время Но в любом случае, вот они, персонажи, которые будут принимать участие на карте Вот они, башни, которые будут стоять на этой карте И совсем скоро Игра тоже должна начаться Ну что ж, игра приостановлена Это, значит, самое время называть составы команд Беллони играет на Алхимике На Урс играет Рейдж На Дарк Сире Ураган Канохи Сэнд Кинг под контролем Хобота И Куассон играет у нас на Шэдоу Шамане Силы Света, они же Кэт Скват Прошу любить и жаловать Их оппоненты на Паке На Паке у нас будет играть Трэп На Фейслес Вайде Эр На Снайпере будет играть у нас Темптейшн Варлок под контролем Пранкера Антоши И Кью на Никсе Команда Тим Зер Ван Они же Тим 0-1 Команда 0-1 Силы Тимы И я думаю, что недолго будет у нас пауза длиться Все же Я надеюсь, прошли времена, когда Вот такие паузы были в начале каждого матча Во многом, наверное, они были связаны с тем, что отсутствовала Стадия подготовки во время пиков Где можно было все быстренько закупить, обсудить и так далее И делали это в начале игры Сейчас же Я же не так часто Вот эту ненавистную многим надпись Но Появляются какие-то проблемы с ним Испытывают игроки Хотя никто не вылетел Все вроде на месте Никаких даже Не подают признаков Отсутствие себя на месте Что интересного могут предоставить команды друг другу Вот прямо сейчас Цеплять кого-то можно через шеду шамана здесь Ну и все, наверное Тут как-то Если вкачать себе варлкап хиву Можно будет как-то зацепить Но это прям Такое Что-то из разряда извращений Мне кажется Так, Никс Пошел Наблюдать Наблюдать, что происходит Здесь уже, кстати, поставил вардик Такой достаточно стандартный Спот он не блочит И В смаке тоже отправились Здесь есть вард в миде Есть что-нибудь еще интересное Имеется, да? Вроде больше ничего интересного нету Каких-то дальнейших действий Мы пока не увидим Да и вообще, наверное, все будет спокойненько Здесь и разберут по две руны Игроки На этом Успокоятся Самое важное, конечно, на алхимику забрать руны Ему, кстати, по-моему, в последнем патче Подняли на два с половиной Да, может ли урон богатства два с половиной У него теперь вместо двух То есть 250 начальных голды Алхимик может получить Что приятно, прямо скажем Броняют в больших количествах Но никто не позарится Никто не позарится Но алхимик, кстати, алхимик медовый, судя по всему Ага Вот так вот Вот так вот Начальные 500 голды И аренталон Красиво Был ли это запуленный телепорт? Вот что я не посмотрел Не, ну, действительно 500 голды С первых двух рун Это прямо то, что надо Реально, талончик сразу себе притащил Есть у него уже Сальва Есть у него Пурменшилд Понимал, что будет стоять против снайпера И Блоня теперь может Ооочень неплохо себя чувствовать здесь Видим, как он себе помогает Айренталоном сразу Ну, в общем Задалась у него игра Прямо скажем То есть он теперь может Прямо очень хорошо ластхитить Понятное дело, что нечасто Можно пользоваться айренталоном Здесь забрали шедушамана Кстати, как это получилось сделать в Харлине Я не совсем понимаю Тут вроде даже не трепла, а дабла Ну, видимо, на первом уровне где-то подставился Шедушаман И ферстблат Ферстблат Здесь у нас Гоняют дарксиры Но дарксиры не так просто гонять Тут как бы особо неким его гонять Вот Щиток раз Щиток два И что ты будешь делать Непонятно Здесь пытаются забрать урсу Кстати, скорее всего, получится сделать Паковк неплохой получился У нас по Никс Ассасину Никс Ассасин в итоге Выживает Последний момент Карапасики пытается Мансит здесь, но нет, заберут все-таки Никса На развороте По Сент-Кингу Отстреливается здесь Трэп Но Вряд ли, вряд ли Убьет Но здесь Сент-Кинга Как бы самому не подстрелять еще Там подкоп будет через Немного Подкоп бы Как-нибудь Сайлент есть, хорошо Трэп есть подкоп От Никса Ассасина Минус Хобот Такое прям тут агрессивное У нас Получается Игра Квасона тоже пробивают Очень больно ему Никс Ассасин может позволить себе зайти дальше Карапаси прожал Станом попал И Минус Еще и Квасон Тут прям больно Неприятно Обидно Такая вот Очень Неожиданная И Дабла Которую Никогда реально не подумаешь Что вот к себе придет такое На линию И получается Получается пока гонять При этом Блони чувствует себя Достаточно неплохо На линии Понятное дело Что снайпером Все-таки немножко проигрывает Тут кстати может подвстрять Сейчас Настреляли под шрапнелью По броне Очень Неприятно Но пока Пока Продолжает Здесь находиться Под шрапнелью Получает урон Тут можно Можно и отъехать Так дружище Ты чего И просто На ровном месте Абсолютно Необоснованно Как мне кажется Алхимик здесь погиб Просто из-за собственной жадности Мог Пропустить пару крипов Отойти вот сюда Вот Скушать сальву Но Почему-то не стал Это делать И За что был наказан Странное немножко решение Ну да ладно Ошибка со всеми случается Все-таки Не первая игра подряд У нас Очередные по-моему Какие-то Спайки Каждую игру у нас Примерно одно и то же происходит Вот каждую игру Какие-то Небольшие Получаются У нас на Там Пару секунд Пролагивания Так и не получается У меня к слову Посмотреть Откуда они берутся Возможно буду тестировать Тоже после стрима На хэдшот И везет снайперу Кстати вот интересно Политика Valve Отношение шмоток В целом Мы помним Как удаляли Сет на Урсу Несколько лет назад А сейчас Насмешки Сейчас Вот эти звуки Типа крушения Сейчас Вот эти вот Имморталки Там на снайпера С уточками Ну Такое Как бы Не совсем понятное Отношение К вещам Внутриигровым Алхимик ушел Подфармировать леса Знают об этом Варлок Хочет ему в этом помешать Максимально Варлок кстати Может помешать Сейчас себе жить Мне кажется Хотя тут Бегает просто На ноге Алхимик не хочет Отвлекаться от фарма Алхимик Хочет продолжать Делать деньги И у него это получается Тут застакались Големы Очень для него Приятные крипы Потому что их Много Их аж шесть И приятно Таких фармить Ты получаешь Большое количество денег В три уже взята У него Берил с грид Так что Все хорошо Все хорошо У Алхимика На нижней линии Здесь очередной раз Пытаются забрать Урсу Подкопа нет уже Ну и Урса Просто отпевает Ласочку Так Агрессия по паку На развороте Тут же получается Танк Должен быть Карапасик На Карапасе Просто нет маны Здесь пака Зацепили И минус пак Отлично Сыграно Хватило маны На два скилова Что душа мана И не было возможности У пака Как-то этому противостоять Интересно достаточно Там кстати Космон получил Аж 350 почти денег За все это дело 337 Приятный бонус Для саппорта В начале Игры Продолжаем Видеть алхимию Которую на 6 левеле Подфармливать Здесь Что себе Будет брать Сначала Армлетик Потом Радианс Такой стандартный Радианс Акториновый Судя по всему Алхимос Нас ждет Пока же мы видим Шедушамана Который подстакивает Здесь лагеря Посмотрим Получится ли это сделать 8-9 Да Да Есть стак Через какое-то время Можно будет Наверное Начинать стакать Уже и древних хрипов Пока же На нижнюю руну Выдвигается Алхимик Заполняет себе Бутылку Хочется сказать Что он абсолютно Практически не появляется На медлине Тем самым Давая простор Также и снайперу Пятное дело Что снайпер Наверное Не столь активно Будет набирать Здесь Деньги Ну кстати Вот тут Никс Ассасин Может сейчас активно Подвидеть Но нет Рядом есть Пак Рядом есть Сэнд Кинг Неприлично больно Здесь Сэнд Кингу Тут немножко не рассчитал Урон И успевает подкопать Все-таки Пак В итоге отправляется В таверну Никс Ассасина Подкоп по Шидоу Шаману Ну скорее всего Никс тоже умрет сейчас Пару тычек нужно еще Сделать урсе Работает под хил Никс просто уходит На ноге Да ладно Еще нужно хоть что-то Хоть что-то Ману хоть какую-нибудь Тычечку с руки От Шидоу Шамана Но нет В итоге Тут просто сбивает Кларити На пранкере Антоши И можно идти Хилиться об Шрайн Ибо седьмая минута Они уже доступны Ну что ж Подправляются в рейд По чужим лесам У нас персонажи Команды Дайр Никого они здесь Наверное не найдут Я думаю должен Примерно предполагать Алхимик Куда конкретно Выдвинулись ребята Но жадность Жадность Белони Может быть наказана В очередной раз Подкоп Достают Тут и есть У нас Обхивал Но тут нет Вот так не забрать Хотя Подтягивается еще и снайпер Подтягивается снайпер Армлет прилетел Очень вовремя Армлетом можно сейчас За ивейдить урон От шрапнейли Как и получается Сделать Тысячку другую Нужно было было Сделать еще по Никсу Чтобы тот умер Но в итоге Было не выживает Очень вовремя Армлет Дарксир 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 на линии Тоже себя чувствует Более чем неплохо Мы видим Что 32 крипа У него имеется Рунку сейчас Еще у противника Забрал В миде Правда Это такая Была мощная Тусовка Со стороны сил тьмы И Вышка Не выдержала Такого количества Желающих Рядом с ней Находиться Нельзя давать Конечно Динайте Тут Стоял Т3 Ранжевика Если бы всех Трех Задинайл Снайпер Такой Хороший Буст Был бы Для него По Опыту Здесь Никсу Сососина Убили Что Сделано Не совсем Понятно Возможно Пытался Кого-то Сам На кого-то Сагрессировать Но Здесь На 9-й минуте Когда еще Стоят Т1 Вышки Не самое Верное решение Диа Товая Товая Стоят Возможно Немножко Заигрался Всякое Бывание 3.7 Тем временем Ведут у нас Своего оппонента Немножко Тим Зеро Ван В целом Давайте переключаться На общую ценность Там Понятное Дело Что на первом месте Алхимик Которого В лесах Особо Не гнобят Который В лесах Чувствует Себя Уверенно И Без особых Проблем Расправляет С крипами Так Выход На пака Зайвы Вот здесь Шаду-шаман Все что мог Но к сожалению Смерть свой Не заявил Урс тоже отправится В таверну Разрывает действие Дримкойла Но Сайленс Прикончил его Вот такой вот Выход хороший Получился От снайпера Помимо всего прочего Можно потыкать Еще достаточно серьезно Т1 вышку Снизу Какой-то Ответной Реакции На это Наверное Не последует Потому что Здесь защищают Строение Войт Его Не отогнать У него В 4 Таймлок Он быстро Восстанавливает Себе здоровье Потерянное От щетка Дарксира А в миде Видимо Не хотели Появляться Ребята Здесь Подстанили В обхиву Пошел Нету пока Колбы У алхимика Просто забирает Бутылку руну Богатство И на этом Заканчивается Все А вышка Продолжает падать Снайпер Вообще Не отвлекаясь Ни на секунду Как пришел К фуловой вышке Так и ушел Когда она Исчезла В руинах Алхимик Как будто Что-то знал Но Там Пижина То не было Не мог он Ничего знать Здесь Вроде Не доставал Этот вард Да ребята А тут Так же Как разрушили Первую вышку Так же Хотят и вторую Разрушить Понимая Что Алхимик Сейчас еще Не боец И Как-то Сражаться он Не будет В четвером Драться Против Того Что имеется Сейчас Тоже Как-то Несподручно И Дефить Строение Оказывается Достаточно Тяжело Прямо скажем Могут попытаться Кого-то подцепить Шестого уровня Нету Варлока Там вообще Третий Только Боже Как же Печально Варлоку На 11 минуте Быть третьим Уровнем Но здесь Снайпер Спокойно Не торопясь Делает свое Дело Так Есть Сэндкинг Подкопали Подкопали Друг друга Никс Ассасин Подкоп Подвоим Неплохой Дарксир Практически Мгновенно Отправляется В Тавену Так же Как и Урса Можно Забрать Так же Еще И Шэдл Шамана Минус Шэдл Шаман Это Три фрага И Дальше Тептейшн Может Тыкать Т2 Багдар Отключился Ну и Вот Это Очень Увлекательный Геймплей Алхимик Алхимик Не готов Не готов Сражаться Не готов Помогать Своей команде Да У него Топовый Нетворс Но Алхимику Нужно Понимать Что Он Молодец Он Выформит Свой Рейдинг Сектарин Быстро Но Команда Не переживет Этого момента Причем Не переживет Скорее всего В прямом смысле Они будут Умирать Они будут Отдавать Строение Они будут Отдавать Преимущество И Несмотря на то Что Алхимик Никто не трогает Он фармит Он получает Большое количество Денег Все равно Его команда Отстает По Нетворсу На 2000 Плюс Пак В инвизе Пак В инвизе Может найти Здесь Алхимика Вряд ли Правда Это Валхимика Не разминулись В ночи Так Вот Они встретились Вот Они встретились Майкует Пак Что Ребята Тут есть Есть Вкусненький Вкусненький У которого Скоро Еще и Появится Риденс Так Хорошо Испугали Ну И Все На этом Наверное Тут Вышка Просто Упадет Снайперы Уже Майлшторм Есть Там Может Больно Залетать Вся Первая Линия Обороны Команды Кэтскват Уже Кончилась Ну И По-прежнему Алхимик Не Может Ну Вот Он Хорошо Алхимик На 2000 Ну Будем Так Грубо Округлять На 2000 Опережает Ближайшего Тиммейта Там Забрали Поисто Свойда Я так понимаю Что через Проказ До шамана В большей степени Да Шаклы Шаклы Эпицентр Нормально Так потратили Здесь Сюрш Пошел На Алхимик Алхимик Сам себя Взрывает На развороте На развороте Прыгает Пак Огромное количество Урона По Алхимику Тут частично Пытается И выедить его И кстати Неплохо Получается В итоге Алхимик Будет ли еще Доджить Армлет Есть Потоглил Армлет Живет Ну И Под Абхивалом Как же Неприятно И медленно Все бегают Никуда Отсюда не денется Урса тоже Скорее всего Отправится В таверну Если пойдет Агрессировать Пак А Пак Не хочет Агрессировать Пак хочет Жить А вот Что-то шаман Тоже хотел Жить И у него Это получается Сделать Скорее всего Дотикает Ли урна Нет 80 кп Остается Что-то шамана Тот выживает Хорошее Использование Смока Алхимик Выживший Продолжает Радуется Жизни Другое дело Что тут рядом Есть Фейслес Войт Фейслес Войт Башек Хроносфера Будет Нет Хроносфера Не будет Слишком далеко Слишком далеко Тиммейты Которые могли бы Что-то помочь Сделать Ну С другой стороны Тут Снайпер Снайпер Который Разваливает Строение И по факту Вот этот алхимик Который Мог бы что-то Делать Он бесполезен Если бы это был Алхимик Через медальку И даггер Он бы сейчас Жарил А у алхимика Да У него появится Нормальный Тайминговый Радиенс На 15 минуте Но Этот радиенс Абсолютно Не будет никакого Влияния вносить Потому что Да У тебя под армлетом Там условно 1600 хп Но эти 1600 хп Тебе сбреют Мгновенно Практически И Ты нажечь армлетом Там ничего особо Не успеешь Даггеров Которые ты бы мог Сбивать Ну здесь Один есть Второй Там Появится Возможно Когда-нибудь Но тоже Непонятно Когда И Нужно ли это Было Не совсем Понятно Ждут Ждут Кого-нибудь Кто Будет Дефить Т2 Последнюю Т2 Вышку Но никого Нету Здесь Агрид крипов На себя Дарксир Спушивая Потихонечку С помощью собственных Крипов Т1 Снизу Через Змеек Пытаются забрать Тут Т1 Но в общем и целом Вряд ли это получится Сделать в таком масштабе Как наверное Того хотелось бы На топе Вышка упадет Снизу вышка не упадет Здесь драка Кстати неплохая Голем Минус 2 Мгновенно практически Алхимик живет пока что Пытается Никосовестно Как-то здесь забрить Но это не получается Сделать Алхимик Успевает сделать ТП Урса Тоже нет Не успевает Урса все-таки погиб Здесь Смертью храбрых Да Две вышки забрали Вразмен на одну Но потеряли Трех персонажей И мы видим Видим Как графики Графики Несмотря на то Что у Кэт Скват Имеется В наличии Алхимик Все равно Упорно Идут вниз В сторону Команды противника По Галде Как минимум По экспе В принципе Такая Непонятка Но 2000 Тоже в плюс Для Тима Уан Есть Неприятно И здесь Кстати Фестис Войт Который Уже Скрафтил себе Яшу После этой Яши Судя по всему Не будет Докрафтивать Монто Стайл Будет пытаться Делать Диффюжил Блейд И Можно будет Под этими Диффузами Очень быстро Изничтожать Алхимика Скорее всего В Кроносфере Здесь нет Никого Дазла Который Могу В этом Помочь Выживать Здесь Нет В принципе Особо Ничего Такого Что могло Помогать Выживать Алхимику В хроносфере Как же печально Как же печально И неприятно Получается В итоге Все Да Но Кстати Алхимика Если в него Сейчас впрыгнут Это будет Прям Совсем Не круто Но Алхимика Когда фармит Свои Хэнш Все-таки Вот время Здесь Под минус Арморчиком У кого там Есть минус Арморчик Признавайтесь Друзья Я же видел В этом Не скройтесь Да У них Сосатина Есть минус Арморчик Тот уже Правда Вендетте Смотрит За ситуацией Подстанил Здесь Алхимика Тот Немного Не понял Что происходит Но все равно Особо не побоялся Забрал Стак свой И здесь В свою очередь Забрали Рошана На нижней линии Подпушивает Сенкин К тому До даггера Осталось Совсем Совсем Немного И очень хочется Конечно Этот даггер Для себя Все-таки Заполучить Собственно Так Давай Отсюда улететь Подкопчик Забрал Красиво Такие Казалось бы Микромоменты Которые Ничему не Обязывают Ну Отлично Ведь Ну что ж Алхимик Алхимик Дальше Упорствует В своем Билде Монта Стайл Дадут Ли Время Вот в чем Вопрос Потому что Внешних Оборонительных Сооружений Уже не осталось Абсолютно Никаких И Варлок Заходит Варлока Должны были Спалить Вардик Ставится Который Не будет Пока что Судя по всему Отходит Силами Нашли Дарксира Нашли Дарксира Алхимик Заряжает Банку Не успевает Ничего с ним Сделать Хороший Дримко Подвоим Дарксир Дарксир Живет Очень плотный Персонаж Здесь Стяжечка Подвоим Запрыгивает Сюда Еще и С Эпицентром Сэн Кинг Не плохо Получается В итоге Войт успевает Все таки Сделать Таймвок И Два в один Два в один Пока что Стоят Мастерпет Варды Можно их попытаться Здесь подфармить Как-то Снайпером Подсказываю Можно подфармить Мастерпет Варды Они вкусненькие Много Имеют Денег Ой там Зинайл Собственный Вард Но С остальными Не со всеми Так получается По факту Денег Все нормально Накидал Себе там Снайпер Бегает тут Алхимик Еще не боится Алхимик Подбашил Варлока Варлок Кинул голем Успел Алхимик Если сейчас здесь погибнет За этого варлока Это будет дико неприятно Что это было Зачем так делать У тебя нет байбека У вас нету АОЕ прокастов Против вас снайпер Который просто сейчас Будет расстреливать С лоу граунда Когда только Крипы подойдут И что И как И почему Стяжка по троим Подкоп по двоим Неплохо Ну и кстати Можно убивать людей Снайпер Успевает себя Отсюда выфорстовать Все пока живут Уходит отсюда Также и пак Минус Минус Сенткинг Получается Здесь также Дарксир Очень больно Дарксир Дарксир Дабл килл для Темптейшена И Вот это вот Казалось бы Ну что На самом деле Это все происходит Из-за того что Алхимик отдался В размен на варлок Ну зачем так делать Хорошо Убьют скорее всего Фейслес Вайда Хотя тут еще непонятно Кто кого убьет Урса Урса получил огромное количество урона Урса может сейчас погибнуть Просто Вот так вот Что они делают Почему так происходит Я просто этого не понимаю Ну отдайте вы Т3 строение Ну хорошо Ну вы не отдали Т3 строение Вы сейчас отдадите Алхимика Потому что он один сюда выходит Просто один сюда выходит Алхимик В надежде что он будет жить Да Получается неплохо Да могут забрать Войда Войда забрали Но это только Эгида А Алхимик Обузит армлет Он конечно молодец Но сейчас Войда За ним прыгнет Был не получен Какой-то условный баш И он уже не отобузит армлет Он ничего не сможет сделать Это гадлайк для димутейшна Это еще 50 секунд Без алхимика И какими-то невероятными усилиями Все еще стоит Т3 вышка На базе команды Рейдинг Но Ну как же они ошибаются Как же обидно Они ошибаются Когда могли бы Не ошибаться Хроносфера Неплохая В хроносфере Можно попробовать убить Дарксир Дарксир плотный Ставится еще и Дримкойл Подкоп Хороший В итоге получается Размена очередной раз 2 в 1 Там Выкупы уже нужно делать Иначе Просто это будет ГГ 17 хп у вышки Добейте кто-нибудь строение Пока добивают Марс Серпент Варды Которые были поставлены Очередная куча денег Для снайпера Вышку он тоже сейчас Скорее всего заберет Так и происходит И теперь можно отходить Теперь можно отходить Выбили байбеки Выбили огромную кучу денег Сделали много фрагов Сами не потеряли Кор персонажей Зафармили вышку Зафармили персонажей Зафармили Марс Серпент Ванды Варды простите Теперь можно еще и Святыню разбить И вы видите Что у снайпера Практически За этот файт Просто Получилось Сварить себе Блокинг Бар А как его Разваливать Если он под БКБ Хорошо В него прыгает Урса Тут же Дается По Урсе Обхивал Снайпер Снайпер Раскидывает Урсу и себя Через Хиргейм Пайк Все Дальнейшая агрессия На тебя никакой не может Последовать До тебя Нельзя докопаться До тебя нельзя Захиксовать Ничего с тобой Нельзя сделать Ты просто Ходишь и стреляешь Ходишь и стреляешь Очень неприятно Получилось И мы видим Видим Как Это продолжается На графиках Вот здесь Пошел Какой-то Дичайший Сноубол И 11 тысяч 11 тысяч И Да Там еще Гиды Была У нас Шаман Шаман Просто сейчас Отъедет Да Шаман минус Прыгает Пак По двоим Хорошо Запрыгивается Также еще Войд Тайм делейшн Неплохой Забрали Варлок Варлок не успел В этот раз Скинуть голема На хайграунде Оказывается Никс Ассасин У того есть И Вендетта И Карапати Карапати используется Пытаются здесь Что-то сделать с алхимиком Алхимик монтостайл Пытается отсюда уйти Решают Что без голема Драться не хочется Но Они могут себе позволить Это сделать через пару секунд Потому что Откатывается хроносфера Увой Да И Под эту хроносферу Опять же Снайпер там В легкую будет Настреливать То есть Шрапнельку закинут Пак туда прокаст Закинет Никс Ассасин Подкопает Дабы продлить время Нахождения в дизейбле Ну и можно Можно с этим Работать Можно Уничтожать Строение Продолжать Наверное стоит начать С казарму магов Потому что она все-таки Более уязвима Здесь Попытались подцепить Вайда Не получилось В очередной раз Взрывает себя Алхимик Если бы не монтостайл Ну и конечно Неприятно Неприятно В очередной раз Войтуз Хорошо Здесь Голем на этот раз Падает Алхимику Алхимику Нельзя погибать Алхимик Ставится огромное количество Различных Скиллов Алхимик Живет по-прежнему Но недолго К сожалению Выживает здесь Кью Пытается там что-то сделать Сэн Кинг Сэн Кинг В итоге Пока живет Просто в песках Здесь Баш Баш Отвой Да Просто даблкил Делает еще и на В этом месте Снайпер Пытается здесь Как-то Раскатить Стирепа Это не получается Сделать Сэн Кинг Также отправится В таверну Это минус 4 Выкупается Алхимик Но вместе с Дарксиром Вряд ли у них Получится здесь Что-то сделать 4 персонажа Команды противника Живы Потихонечку Отхиливаются И чувствуют себя В принципе Вполне себе Качественно Прямо скажем Да Строение Пока еще живое Да Слишком недолго Воскрешаются Пока игроки Команды Они постоянно Теряют Намного Большее Количество Собственных Персонажей Они на 100% Зажаты На своей базе И абсолютно Никуда не могут С нее выйти И теперь Они уже Окончательно Отдают Как минимум Одну сторону Да Достреляет Там Снайпер В сторону И все Бараки В минусе На развороте Кого нибудь Найти было бы Конечно неплохо Но нашли Алхимик Нашли Алхимика Алхимик Алхимик Алхимику Нельзя умирать Алхимику Нельзя умирать Насколько помню Он байбековался Алхимик 60 секунд Без байбека Сейчас будет И на развороте Можно еще и Квасона убивать Квасон умирает Хобот тоже Отправляется в таверну И это просто Гуд гейм Хобот говорит Что это просто нечто А я скажу Что это просто Гуд гейм 25 минут Потребовалось Команде Тима Уан Для того Чтобы в финале Викинг Капа Одолеть своего оппонента Который Достаточно уверенно Шел по этому Викинг Капу По этому Викинг Капу По нижней сетке И такая вот Неожиданная Достаточно для меня Развязка Во многом Наверное Это было обусловлено Тем что Очень грамотно Сыграли против Алхимика Но Будут думать Будут думать Над своим поведением Над своими стратегиями Кэт Сквад В любом случае Они были хороши В любом случае Они дошли до финала Они молодцы Но Тима Уан Победили в этом финале И получают заслуженный слот В закрытую квалификацию Про серии 19 сезона С чем мы их и поздравляем Ну а для вас На этих картах Работал Александр Ланегира Потапов Спасибо за то Что были на трансляции Я думаю Услышимся уже завтра На плей-оффе Аматорской серии Там тоже Коллективы Достаточно интересные И Я думаю Покажет нам Увлекательную доту Так что Не прощаюсь До скорой встречи Субтитры сделал DimaTorzok